Татарстан 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 именно вот такого же аналогичного примера, то есть не типичное для нас public diplomacy, а нечто другое. А что имеется в виду? Оказывается, американский президент Франклин Пирс, будучи в Великобритании, вел себя не очень с точки зрения некой британской газеты, не совсем корректно, не совсем правильно, то есть, очевидно, не совсем вникал в какие-то культурные либо ментальные особенности тех, кто его принимает, и газета как раз написала о его поведении как несоответствующим, я думаю, скорее бы мы сейчас сказали в культурологическом, в ментальном плане той стране, которая принимает, но использовала слово public diplomacy на тот момент, которое на самом деле немножечко другое, вернее, кардинально иное значение получила гораздо позже. И вот уже дальше, когда мы обращаемся к еще одному примеру понимания культурной дипломатии, мне очень понравилось на самом деле то, что было сделано нашими минскими коллегами, и здесь они вот дают определение, в принципе, с которым мы во многом соглашаемся, ну или нет, это, да, обобщение это на самом деле не лучший вариант разговора, но все же. Итак, культурная дипломатия в данном учебнике, культурная дипломатия, которая нашей коллегой Лазуркиной написана, отождествляется с межгосударственным сотрудничеством в области культуры. И вторым добавляющим фактором является направленность на достижение негуманитарных целей, под которым как раз и идут вот эти политические и экономические цели. Но если мы с вами обратимся, можно дальше, пожалуйста, к истории самого понятия вообще культурной дипломатии, мы вот к Берхорну обычно возводим само понимание культурной дипломатии. И вот Берхорн, кстати, практически ни в одном американском учебнике вы сейчас не встретите определение, которое дал Берхорн, а определение потрясающее. Оно звучит так. Культурная дипломатия – это манипуляция культурными материалами и кадрами в пропагандистских целях. Прекрасно, прекрасно. То есть вот что подразумевается под культурной дипломатией. Что происходит дальше? Дальше мы с вами вспоминаем про мистера Голлиона или Голлиона, как мы его… А можно… Ничего страшного, вы все прекрасно делаете, да. Мы вспоминаем про public diplomacy как эфемизм, который был введен, между прочим, для понятия пропаганда. Это не скрывалось. Когда Голлион стал задумываться, как сейчас называть политику страны, направленную на какие-то экономические и политические цели, но не основанную на военном потенциале или hard power, да, жесткой, твердой силе, что можно использовать? Он говорил, ну, конечно, это все понятно, у нас есть Voice of America, и пропаганда, в принципе, она имеется. Но нехорошее слово, оно сейчас ассоциируется вот со сталинской, с гебберсовской пропагандой. Давайте новое слово изобретем. И вот он действительно красивое слово придумал public diplomacy и создал центр public diplomacy. Но на самом деле нужно сказать, что цели, в принципе, не скрывались. И если мы даже сейчас, а можно нам, наверное, предыдущий слайд, если не трудно будет, да. Если, а вы знаете, у меня даже есть гораздо дальше, еще есть очень интересное определение Камениса, но здесь, если вы посмотрите на цели публичной дипломатии, то, с одной стороны, да, мы видим, что очень важным является, с точки зрения одного тоже из идеологов, и паблика, и cultural diplomacy и Камениса, является важное развитие двустороннего понимания. Это все верно. Но посмотрите, для чего? Для того, чтобы создать широкую поддержку для своих экономических и политических целей. Интересно? Интересно. То есть получается, что, с одной стороны, да, это очень важно, это культура, да, это развитие двустороннего процесса вроде бы, но для достижения своих целей. Я думаю, мы перейдем через два слайда. Да, спасибо вам огромное. И давайте еще дальше. Вот следующий слайд. И здесь вот мне очень важным, кажется, обратиться в этом плане к Харви Фегенбаум, который написал очень хорошую, интересную книжку «Глобализация и культурная дипломатия». И вот здесь он как раз и говорит, что развитие культурной дипломатии в первую очередь для того, чтобы промоутировать, продвигать, рекламировать ценности свободного общества. Вот свободного общества. Ну, здесь понятно, кто подразумевается по свободному обществу. И смотрите, дальше политическая цель – это продвижение предпочтительного или позитивного имиджа американского общества за границу. И это идет уже там в помощь официальной дипломатии и так далее и тому подобное. Я думаю, что мы вот следующий слайд просто посмотрим и просто вспомним про информационное агентство Соединенных Штатов и вспомним на самом деле на основе чего оно создавалось. А создавалось оно в первую очередь на главной составляющей и базировалось на главной составляющей публичной дипломатии, которой является и новещание. Пожалуйста, вот вам и пропаганда, от которой мы так убегаем. А мы давайте дальше, чтобы я немножко поменьше задерживала наших коллег. Очень мне нравится вот этот вот очаровательный… Ну, он все-таки молодой человек, несмотря на то, что он… Тут важен не возраст, важно, как человек себя ощущает. Вот на самом деле Кевин Малкахи очень много и кропотливо работал именно по теме культурной дипломатии. И мне кажется… Следующий слайд, пожалуйста. Он очень справедливо на самом деле заглядывает в историю и говорит о том, что культурная дипломатия как таковая для некоторых стран исходно являлась способом осуществления дипломатии как таковой. И он приводит в качестве примера Франции вот в этой чудесной книжечке. И действительно мы не можем с вами не согласиться, что действительно и Институт Францез и Альянс Францез, то есть французский альянс, наверное, мы по-русски так, по-моему, его переводим, это, пожалуй, ну вот на самом деле французский альянс, на самом деле Альянс Францез – это старейшая, пожалуй, организация, которую мы можем отнести к институту культурной дипломатии. И, между прочим, вот помимо Поля Камбона в участии этой организации принимали непосредственно, играли непосредственную роль, между прочим, и Пастер, и Верн. Вот на самом деле люди, которые относятся к науке, к литературе, да, они принимали непосредственно участие. И тогда, да, во главу угла ставилась, в первую очередь, именно французская культура, французский язык, но при этом французский язык стал языком проведения официальной дипломатии. Ведь до сих пор, когда мы пишем ноты официальные, иногда, особенно студенты, просто подходят и говорят, ну что за бред, это звучит нелогично по-русски какая-то фраза. Она является калькой с французского, потому что наши ноты до сих пор, они строятся по определенной модели, даже на русском языке калька с французского, она не укладывается в рамки типичной даже русской грамматики, но так заведено. И получается, что французы очень гармонично в свое время вписали культурную дипломатию в официальную дипломатию. На данный момент, конечно, мы можем говорить там и институте Гёте, как таковом, аналогичном в принципе. Более интересным, мне кажется, является пример института Данте и вообще понимание итальянцами процесса культурной дипломатии, потому что, прошу прощения, само общество Данте, исходно было создано именно для всех, кто любит итальянскую культуру. То есть там нет ограничений, вы можете стать членом общества Данте только в том случае, если вы являетесь фанатом итальянской культуры. Это главное и единственное условие. И это очень интересно, что ставится на самом деле в качестве базиса и условия, что понимается под культурной дипломатией. Казалось бы, всё одинаково, но посмотрите, всё-таки какие-то лёгкие различия, а где-то не очень лёгкие, мы видим. Я умолчу, но не для вас, а про Британский совет. Ведь Британский совет исходно создавался даже без каких-либо секретов. Не только культурная организация, но и как та организация, которая выполняет дополнительные функции. Почему нет? Они более свободны, чем дипломаты. Они больше имеют возможность собирать какую-то информацию, распространять, влиять. Даже не скрывалось это исходно. И в принципе именно поэтому сейчас, вот сегодня я до обеда читала лекцию студентам-востоковедам, и я им просто рассказывала, ребят, не представляйтесь, пожалуйста, по-арабски людям незнакомым, что вы востоковеды. Потому что по-арабски слово «востоковед» звучит так, как они называют британских шпионов, которые были тоже востоковедами, Лоуренс Аравийский, Гертруда Белл и так далее. Вот поэтому здесь есть тоже интересные коннотации, между прочим. А что понимается в культурной дипломатии в другой стране? А можно нам, пожалуйста, вот да, к этому слайду перейти? Вот не хочу никогда и не люблю делать каких-то сравнений радикального плана, но просто хочу привести примеры из культурной дипломатии других стран. Вот на самом деле сейчас я попрошу вас подумать, а с чем у вас ассоциируется Япония? И тут вот сакура, самураи, да, карате, гейши, да. Вот получается, что на самом деле вы сейчас, ну, я уж, слушая ваши мысли, подслушиваю, я воспроизвела набор стереотипов, которые Япония на протяжении уже второго столетия очень активно вводит в качестве своей культурной линии, своей культурной дипломатии. И на самом деле именно впервые в конце 19 века японцы вышли на международные ярмарки, экспо в Лондон, в Париж, и именно тогда впервые начали закреплять вот эти имиджи совершенно особой азиатскости Японии. Япония, она особая страна из всех азиатских стран, она наиболее европейская из всех азиатских стран. Эта Япония продвигает уже на протяжении двух столетий. И на самом деле сейчас японцы именно ставят главные две задачи, которые для их культурной дипломатии важны. Это в первую очередь развитие культурных международных обменов, но это не просто культурные обмены, это научные образовательные обмены, это в первую очередь поддержание японоведения в других странах. То есть чем кто-то будет изучать мою страну так, как мне не совсем удобно, лучше я буду поддерживать это направление так, чтобы где-то скорректировать, может быть, то, что мне кажется неправильным в отношении понимания моей собственной страны. И сейчас мидовцы японские все обязаны иметь, прошу прощения, посольства, обязаны иметь информационные центры. И вот ключевое слово, которое мне всегда бросается в описании японской культурной дипломатии, это информация. Информация, информирование, вот вы любой документ откроете у них, то есть они говорят на самом деле даже не о культуре, а о том, что нужно информировать о Японии, нужно информировать, доносить правдивую информацию. То есть вот это очень интересно, что понимают японцы под культурной дипломатией, ну как мне показалось. И вот красивая очень картинка из как раз экспо в Париже, нам коллега сейчас ее покажет, 1867 года. И вот на самом деле здесь мы видим с вами не японский, а китайский павильон. И вообще культурная дипломатия Китая, конечно, на мой взгляд, заслуживает совершенно особого изучения, в том числе и в связи с тем интересным, очень таким знаковым моментом китайской дипломатии, о котором мы чуть попозже поговорим. Он очень красивый, он такой, знаете, если мы будем говорить в понятиях мема, то это такой няш-мяш или мяш-няш, вот какой-то в мемах там есть сейчас такое понятие. Но это чуть позже, я так затравочку сделала, а мы пока с помощью нашего коллеги к народной дипломатии обратимся. И вот вы знаете, очень часто сейчас можно встретить синоним публичной дипломатии или культурной дипломатии, который обозначен как народная дипломатия. И некоторые наши коллеги определяют народную дипломатию так, что народная дипломатия – это на самом деле вид публичной либо культурной дипломатии, где деятельность общественных организаций находится под государственным контролем. И вот как раз одна из наших коллег как раз к этому относит и Китайскую Народную Республику, к этому числу. И на самом деле мне захотелось узнать, а как же сами китайцы определяют, ну, например, задачи Института Конфуция, которые являются прямым воплощением культурной дипломатии своей страны. И вот один из президентов Восточно-Китайского нормального университета, ну он уже сейчас не университет, не президент, но бывший, он говорил, институты Конфуция – это основа для развития мультикультурализма, обеспечивая включение Китая в глобальные структуры, мы открываем всему миру возможность лучше узнать китайскую культуру, а это способствует строительству гармоничного мира. Вот хотите их критикуйте, хотите нет, но то, что они провозглашают не о своих собственных целях, а гармоничный мир здесь звучит достаточно явно. И мы дальше вот сейчас с помощью коллеги к следующему слайду перемещаемся, он так к нам добр, что очень быстро и легко это делает. И вот на самом деле действительно народная дипломатия с точки зрения правительства Китая – это в первую очередь, как они говорят, дипломатия народа. А что имеется в виду? Диаспоры многочисленные китайские – это, кстати, совершенно особая опора китайской культурной дипломатии, и об этом заявляется на высшем уровне. И вот, например, Ян Чи Ци, который был десятым министром иностранных дел Китая, говорил, китайская дипломатия – это народная дипломатия. Народ всегда был источником мудрости для наших усилий в сфере публичной дипломатии. Но теперь нешмяш. Можно нам нешмяшек сделать? Вот, спасибо. Вот на самом деле, если мы обращаемся действительно к культурной дипломатии Китая, то в первую очередь мы должны обратиться к истории, когда действительно еще в VII веке, между прочим, единственная императрица в истории Китая, подарила японскому императору первую паночку. А потом уже этот опыт, между прочим, как это ни интересно, возобновил социалистический Китай. Дарили вначале социалистическим странам, а потом уже впервые было подарено американскому президенту уже в 1972 году. Я хотела бы посмотреть еще с помощью нашего уважаемого коллеги на подходы других стран. Вот, например, мне очень интересно показалась статья тунисского коллеги, который, кстати, заглавил свою статью так. «Культурная дипломатия. Новый способ в международных отношениях». Вот он говорит о культурной дипломатии, но вот всю статью вы читаете, вы видите только о туризме, о туристической привлекательности Туниса, о Бургибе, первом президенте Туниса, что он сделал для повышения привлекательности Туниса, как страны для посещения иностранных туристов. Вот, пожалуйста, иной совершенно, на мой взгляд, вообще взгляд, то есть культурная дипломатия – это способ просто достижения определенной атрактивности, привлекательности страны с туристической точки зрения. Вот, например, точно так же, как и другая страна, вот я очень настаивала, чтобы нам Туркерби не ушел, но он убежал, он сказал, извинился, сказал, что консул его ждет, но вот как раз консул, увидев вот этот значочек, очень бы обрадовался, вот как и Туркерби, я тоже уверена, что очень бы обрадовался. На самом деле, посмотрите, мы видим с вами эмблему Министерства культуры и туризма Турции. И здесь мы очень-очень много видим, во-первых, в самом названии Министерства. Получается, что культура и туризм в данной ситуации объединены не просто так, это не от бедности бюджета, это на самом деле одни и те же стратегические цели, которые заложены и в том, и в другом направлении. Но можно много говорить, на самом деле, сам символ по себе совершенно удивителен. Помимо того, что мы видим тюльпан, тюльпан – это мистический символ, потом поговорим отдельно, что он значит, вы еще здесь увидите крутящегося дервиша, то есть здесь на самом деле очень, гораздо больше стоит, даже за символикой на подсознательном уровне. А мы с коллегой дальше перемещаемся к мероприятию, в котором я участвовала в 2018 году. Номан Куртулмуш, советник Эрдогана, на тот момент министр туризма и культуры, полтора часа обсуждал вместе с нами на полном серьезе на встрече под названием «Soft Power and Smart Power» тему, много тем, но одна из них была, вот только не улыбайтесь, ну или улыбайтесь, турецких сериалов. Я тоже вначале улыбалась, до тех пор, пока не узнала, что страны-прародительницы для нас традиционных сериалов Латинской Америки и Южной Америки закупают сейчас десятками турецкие сериалы, и практически сейчас нет страны в мире, которая бы не закупала продукцию турецких телесериалов. Но это в приложении к тому, что культурная дипломатия Турции, можно следующее слайд, пожалуйста, в первую очередь себя, а можно еще следующее, да-да-да, а вот давайте на этом посмотрим. Ну, во-первых, здесь вот прекрасный, великолепный век нам виден, голливудская продукция, телепозики, да, то есть вот на самом деле это очень интересные вообще продукты культурной дипломатии, поскольку они действительно таргетные своей группы, ставят все общество. А вот если мы возьмем еще, господин, на один слайд вернемся, да, господин Анумана Куртулмуша, то сейчас Турция еще позиционирует себя как страну мягкой, посредством мягкой силы, защищающей, в первую очередь, исламские ценности, традиционные ценности. То есть здесь еще интересное такое заявление, что культурная дипломатия, а вот, можно нам через два слайдика перес... Вот, а посмотрите, это не культурная дипломатия, я вам сразу скажу, что вы видите, это страшное оружие. Это страшное оружие по заявлению нескольких газет на Западе, которые, в принципе, Машу, и справедливо, я считаю, Маша каждый день так в Кремль ходит, я ее там даже, мне кажется, видала. Вот, это главный инструмент воздействия на психологию подрастающего поколения Запада, Маша и Медведь. На самом деле, я сейчас огромное количество языков встречаю, на которых этот, вот, как сказать, пропагандистский трейлер переводится. Поэтому, вот, пожалуйста, дальше. Если мы возьмем страны, опять же, Востока, то мне очень интересно положение султаната Оман, которое, вот, посмотрите, этот центр султана Кабуса, культурная дипломатия султаната Оман продвигается посредством этого центра. Посмотрите, что ставит своими целями. Опять же, деятельность посвящена образованию людей в Соединенных Штатах и султанате Оман для расширения, ну, тут можно сказать, культурного богатства обеих стран. Ну, я не буду дальше углубляться, ну, просто поверьте, очень много по поводу гармонии, по поводу обоюдосторонности, неодновекторности. Вот это присутствует даже в простых слайдах, где провозглашается просто, что они и чем они занимаются. Буквально следующий слайд мы пробегаем и идем к этому. Интересный аспект просто у египтян. У них центры культуры не являются частью Министерства иностранных дел, а входят в Министерство высшего образования и называются центрами культуры и образования. То есть, получается, здесь мы видим иной аспект, то есть культура включает в себя образовательный аспект, как выясняется. Ну, и наш сосед, и бывший член Советского Союза, часть Советского Союза, прошу прощения, можно, пожалуйста, Азербайджан очень сейчас интересным образом проводит свою культурную дипломатию посредством фонда Гидара Алиева. И вот Михрибана Алиева на самом деле проводит тоже культурную дипломатию Азербайджана, но своими способами и методами. Но, в принципе, сейчас узнаваемость Азербайджана, особенно в Европе, возросла в разы именно благодаря этому центру. Что это? Это их публичная дипломатия, это политика, определенным образом завуалированная в культуре, либо это просто продвижение, знакомление с ценностями страны. Не знаю, но действует неплохо, эффективно. Во многих российских городах построены, на самом деле, и памятники, и так далее, которые этим фондом воздвигнуты. Кроме того, они не имеют, по большому счету, конфессиональной границы. Очень многие, например, недавно, очень многие проекты поддерживаются других конфессий. В Ватикане, они, кстати, недавно поддержали проект по возрождению, по открытию там пещер подземных и их реставрации. Поэтому, знаете, культурная дипломатия, как оказалось, не так однолика, как нам первоначально это могло померещиться. И культурная дипломатия, как оказывается, имеет разные измерения, не только в частях света различных, но и в разных странах, и в разных вообще ментальных концептах. Поэтому, что такое культурная дипломатия? Вот, к сожалению, даже задержав вас немного, я так и в итоге не пришла. Пока остается вопрос открытым. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы? И, кстати, сразу я должна сказать, что одна из идей нашего руководства открытым направлением культурной дипломатии при нашей кафедре, может быть, на будущий год или через год. Поэтому мы вас обязательно пригласим, чтобы все-таки решить вопрос, что мы должны преподаваться, чем мы будем учить студентам. Лилия Федоровна, я не знаю, кто первый. Анна Алексеевна, большое спасибо вам за такой интересный доклад. Эмоциональный, очень, как сказать, разноаспектный, можно сказать, и у меня. В связи с тем, что у вас было много терминов в связи с культурной дипломатией и народной дипломатии, да, и другие термины. Я вот считаю несправедливым здесь обойти понятие языковой политики, поскольку мы пришли в итоге к тому, что за культурной дипломатией стоит много целей, и у этих целей наверняка есть иерархия. И последний слайд, который был в вашей презентации про Азербайджан, там стоит ключевое, на мой взгляд, ключевое понятие. На службе национальных интересов. И если мы вспомним сам термин языковая политика, который восходит к бисмарку, который, в принципе, за языковой политикой видел, прежде всего, инструмент завоевания мира, то как вот в вашем представлении все это соотносится? И меняется ли иерархия целей культурной дипломатии в зависимости от того, что происходит сейчас в мультиполярном мире? Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, очень обширный вопрос, на который, я думаю, можно отвечать в рамках отдельной дискуссии. Очень интересный вопрос. Потому что, на самом деле, вы знаете, я преподаю, вот помимо публичной дипломатии в МГУ, я читаю еще курс по иновещанию. И мы в первую очередь с ребятами всегда проходим историю навещания, потому что мы не можем говорить о современном иновещании, если мы не знаем, как оно развивалось. И я даю иногда ребятам такие совершенно сюрреалистические задания. И вот, например, я говорю, ребят, а если бы иновещание развивалось в начале 19 века, то на каком бы первом языке, например, радио Советского Союза, ну если бы он тогда существовал, начало свое вещание? Ну, ребята достаточно золотые сейчас, несмотря на всю критику, которая раздается в их адрес, они говорят, ну да, на французском, конечно, скорее всего. А это почему? Потому что мы тут же разбираем 29-й год, когда начинало вещать радио Коминтерна в Советском Союзе, и я просто говорю, радио Коминтерна, ребят, вы мне язык сами называете. И они должны, да, раскрутить цепочку Коминтерн, коммунистический интернационал, на каком языке писал Маркс, и что он писал, вот, и какой первый язык, это логично, какой первый язык, то есть немецкий, был в вещании Коминтерна, как иностранный. И действительно, вы знаете, мне кажется, это естественное состояние, просто языковая мода, уж простите меня за такой вульгаризм, мне кажется, языковая мода, это вульгарно звучит, на самом деле, но тем не менее, тем не менее, языковая мода, определённая, она существует, но она определяется не только модными явлениями, не только разговорами в салонах музыкальных и танцевальных, но, кстати, музыкальный и танцевальный салон, это отдельная тема, между прочим. Мой коллега, который занимается изучением жизни великой княгини Елены Павловны, британский профессор из Йорка, Меня навел совершенно уникальную мысль, ведь Елена Павловна, по сути дела, была одним из авторов, прямых авторов закона об отмене крепостного права. Вот тебе, извините, танцульки и песенки, вот тебе и музыкальные салоны, все было не просто так, сам император сидел вечером в кулуарах и что-то там они вместе обсуждали. Понимаете, поэтому на самом деле, да, культурная дипломатия меняется, меняются языковые средства, которые используются, меняются подходы, но тем не менее та роль, которая культурной дипломатии принадлежала исторически, может быть подспутной, мы не так это может быть артикулировали, она сейчас выходит просто на поверхность. И со временем я уверена, что будет меняться не только сама культурная дипломатия эволюционировать, она будет культурная дипломатия, но я вот честно, я не люблю публичную дипломатию, хоть ее и преподаю, потому что я вам говорю, что, к сожалению, мы вынуждены открывать и смотреть, что это достижение своих собственных целей, а я хочу, чтобы это было не достижение, а вот мне у китайцев нравится, чтобы это была гармония и чтобы это был взаимный интерес для действительно гармонизации жизни в обществе. Поэтому я, вот как говорят мои коллеги на Арабском Востоке, иншааллах, очень верю в то, что действительно со временем инструменты культурной дипломатии для укрепления именно гармонии в мире, они будут усиливаться, и мне кажется, это происходит, хотя иногда сейчас нам... Спасибо, можно я все-таки добавлю про настоящее время? Просто я совсем недавно из уст одного политика, государственного, высокого, слышала следующее размышление, достаточно в присутствии почтенной публики. Он говорил, ну вот смотрите, мы дискутировали о роли иностранных языков, то есть какие иностранные языки изучают вообще у нас в школах, в учебных заведениях и так далее. Он говорит, ну вот смотрите, сначала у нас вся страна говорила России по-французски, а потом мы воевали с Францией, потом вся страна говорила по-немецки, и мы воевали с Германией, а теперь мы все учим английский язык. И дальше пошла пауза. Ну это вот совершенно верно, и то понятие, которое мы обсуждаем в культурной дипломатии, оно тоже имеет два полюса. То есть первый полюс – это ваши надежды, и второй, к сожалению, вот такой чисто прагматический, да, и это все связано воедино. Тем не менее, вот есть такие немножко прагматические аспекты в этом понятии. Спасибо. Еще один вопрос. Немножко уточняющий вопрос, хочу задать, и контекста добавить немножко другого. То есть еще есть Джозеф Най. Одна минута на вопрос. Да. То есть он немножко по-другому понимает мягкую силу публичной дипломатии, то есть согласно его точке зрения, что это ни в коем случае не пропаганда. Най именно мягкой силой занимался. Ну да, то есть, ну и как вот публичная дипломатия – это как часть мягкой силы, если говоря, широко. То есть в конце вы завершили свою речь именно тем, что вы еще до конца не поняли, что такое культурная дипломатия, публичная дипломатия. Ну такой открытый финал. То есть так все-таки можно ли отождествлять публичную дипломатию во всем разнообразии и культурную дипломатии с пропагандой? Все-таки пропаганда и публичная дипломатия, да, имеют общие цели, но средства-то разные иногда бывают. Павел Геннадьевич, спасибо огромное за чудесный вопрос на самом деле. Вот можно или нельзя, мне, наверное, больше всего хотелось в своей презентации показать, что каждый отвечает на этот вопрос сам. Каждое государство прописывает определенным образом главные цели, которые они ставят за своей культурной дипломатии. Они ставят определенные задачи, которые перед ними стоят. Поэтому, вот вы знаете, я думаю, что культурная дипломатия, в первую очередь, действительно, ну я уже об этом сказала, это в первую очередь тот инструмент, который нам поможет всем стать чуть-чуть лучше, чуть-чуть мудрее, чуть-чуть умнее в понимании и взаимоотношении друг с другом. А вот кто, что за этим несет, вот я на самом деле попыталась рассказать, у кого какой камень или цветочек за пазухой. Спасибо большое. Спасибо.